Этих ребят манит небо, и они с лёгкостью взмывают в облака, ведь у них есть крылья. Конечно, не из перьев, а из специальной ткани. Они парят под куполами парапланов, а заодно помогают покорить воздушную стихию всем, кто всегда мечтал летать. Полёт — это медитация своего рода, и это нахождение в моменте здесь и сейчас. То есть ты когда там оказываешься, тебя не волнуют ни кредиты, ни погашенные, ни сосед с перфоратором, или ещё какая-то ерунда, мокрая трава. Ты летишь, у тебя в голове здесь и сейчас извиняющая кристальная частота мозга, никаких посторонних мыслей, и ты просто летишь. Кайфуй. Все эти парапланиристы — члены одного клуба — «Крыло ветра». Четыре года назад Иван Самойлов, его руководитель, сам только начинал осваивать параплан. Он объединил летающих петербуржцев вместе. Так появился клуб поклонников полётов. Я хотел летать сам, появился клуб. Я этому очень обрадовался, начал рулить, выстраивать его идеологию и так далее. И в какой-то момент я понимаю, я же хотел просто летать. Ну, такой парадокс бывает. Небом Иван болеет с раннего детства. Ещё пятилетним мальчишкой он пытался научиться летать. Началось всё с обычных маленьких парашютиков, которые я запускал, и они поднимались в восходящих пузырях. Я мог долго бежать за ними и просто дивиться этому. Меня распирало. А далее было посерьёзнее. Далее бабушкины парники пошли. То есть я разбирал там, брал заготовленную новую плёнку, делал купола и бегал по полю, пытался там полететь. Три года назад Иван и его соратники по полётам из свободных пилотов превратились в тандемных. И стали осуществлять мечты тех, кому так хотелось подняться в небо. Когда тандемные вылеты, ты радуешься уже за людей, то есть ты увидишь их глаза, эмоции. И тебе именно вот это уже начинает нравиться. Не то, что ты сам там летаешь, а именно вот когда человек приходит загруженный, да, уходит с горящими глазами. Летают ребята круглый год. Практически каждый день, когда погода лётная. Но больше всего гостей у них, конечно, выходные. Приезжают к ним целыми семьями. Вот и сегодня покорять небо приехала Наталья вместе с детьми. У неё их восемь и все приёмные. Полетать решились четверо. Первым на старт отправился самый старший, Артур. Высоты боишься? Да не особо. Я как бы прыгал уже четвёртый этажа. Перед полётом каждый пассажир проходит инструктаж. Ведь чтобы параплан поднялся в воздух, действовать нужно слаженно, в тандеме. И обязательно чётко выполнять все команды пилота. Даже если мы в воздухе окажемся, всё равно продолжаем бежать, потому что бывает от земли отрывает и потом обратно просаживает. Если в этот момент не бежать, то мы падаем на попы и косячим старт. Путаемся в стропах, катаемся по мокрой крови. На самом деле всё не так сложно, но от волнения у многих пассажиров всё путается в голове. Вот и Лиза нервничает не на шутку. Сегодня она решилась преодолеть свой страх высоты. Страшно, страшно. Никто в уморок не падал? Да нет. Я беру первого. Конечно, бояться нечего. Парапланами управляют опытные пилоты. У каждого из них за плечами по несколько тысяч часов в воздухе. Они готовы к любым ситуациям и самым сложным погодным условиям. Когда я влетела, это было очень страшно. Я орала во всё горло. Но потом я поняла, что я ещё хочу, я хочу добавки. Но самое страшное, это когда отцепляют, и ты понимаешь, что тебя, в принципе, никто не контролирует, и тебе страшно, страшно. И самое клёвое, это когда есть собеседник, с которым можно поговорить, он поддерживает, просто реально поддерживает. Чтобы прокатить счастливчика под облаками, работает целая команда. На равнине пилоту при всём желании самостоятельно не подняться в воздух. Поэтому его затягивают на лебёдке. Для этого в тандеме работают два оператора. Один регулирует параплан на месте старта, второй – в километре от парадрома. Именно от этих людей целиком и полностью зависит подъём крыла в небо. Если полный штиль, то обычно это где-то метров 300, наверное, 350 до 400. Вот так вот тоже зависит от тяжести пилота и от крыла, ну, от многих факторов. Если ветер встречный идёт, вот такой вот, как сейчас, то некоторые сольные пилоты, особенно если термичка идёт. Термичка – это когда тёплый воздух поднимается от земли в небо, и пилоты некоторые до 800 метров взлетают. На этот раз погода позволила подняться лишь на 300 метров над землёй. Но это не помешало насладиться полётами ни пассажирам, ни пилотам. Солнце то есть, то нет, неравномерно греет землю, и от земли нагревается воздух пузырями, и вносят болтанку, там, в пилотирование вмешивается. То есть, ну, такой воздух неоднородный, скажем так, и интересно сегодня летать. Вслед за детьми поднялась в небо их мама Наталья, которая привыкла совершать подвиги вместе со всем многочисленным семейством. А чем с ними справляться-то? Всё хорошо. Главное самому быть в тонусе. Вот, видите, полететь пришлось. Родитель должен быть интересен, естественно. Пока ты интересен, пока ты являешься предметом подражания, я не говорю, что там кумиром, но всё равно. То есть и велосипеды, и машины, и купаться, и своими старыми костями приходится греметь. Год назад пропланиристы стали катать петербуржцев бесплатно. Частенько заглядывают на парадром многодетные семьи, ребята из детских домов и инвалиды. Один парень, вот первый, которого мы запустили, Сергей, он в прошлом горный турист, работал в поисково-спасательном отряде и ведёт такую очень активную жизнь для колясочника. Он очень хотел. А это уже по следам Сергея. За время существования клуба ребята покатали уже больше тысячи человек. И равнодушным с небес на землю не вернулся ни один. Я себя почувствовала такой большой, всё такое маленькое, свободное почувствовала. Конечно, когда выдаётся такая возможность, парят поклонники воздушной стихии под облаками и в своё удовольствие. Ведь они настоящая команда, друзья, коллеги, практически одна пропланерная семья. С высоты птичьего полёта увидишь ты, что лучше нет пилота. Ты меня узнаешь и отдаешь. А если не отдаешь, то просто полет. Крути, крути! Присоединяются к пароприключениям и новички. В клубе обучают пилотов, которые проходят профессиональную подготовку, изучают теорию, отрабатывают практику и только после этого самостоятельно покоряют небо. Настрой должен быть правильный. Нельзя идти в небо с какими-то сомнениями. Когда мы летаем, мы ощущаем, что мы дома. Это как в детский сон, когда ты летишь. Вот это чувство внутреннего ощущения. Допустим, даже если мимо летнего сада вы едете, где там вот эти горочки, когда в животе вот это всё захватывает, а здесь это постоянно. В облаках парапланиристы проводят большую часть времени. В день совершают по 20, а то и по 30 вылетов. И каждому своему пассажиру они дарят массу положительных эмоций и настоящее чувство полёта. Ведь покорить небо может каждый. Стоит только поверить в себя, расправить крылья, поймать попутный ветер и, наконец, полететь. Елена Гортинская, Вячеслав Поповцевся.